Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец. Сегодня хотелось бы рассказать о нескольких полезных советах, которыми я пользуюсь своей мастерской, которые меня выручали не раз, и которым я хотел бы с вами поделиться. Поэтому присаживаемся поудобнее. Поехали! Итак, первый совет, он касается струбцин. Часто начинающие мастера покупают вот такие дешевые струбцины. Ну, как говорится, они дешевые, но рабочие. И со временем сталкиваются с такой проблемой. Вот здесь стираются риски, и струбцина перестает зажимать. То есть мы, к примеру, зажимаем нашу заготовку, и струбцина периодически соскальзывает и не дает затягивать. Есть несколько способов. Есть способ, и я его попробовал, когда берут болгарку, и тоненьким диском нарезают риски. Но хочу сказать, это на раз-два, и потом снова они стираются, и струбцина перестает зажимать. Сейчас я покажу, как я сделал, и как мне показался, это самый лучший вариант. Берем маркер, отмечаем вот здесь. Вот так приблизительно. И теперь каждые 3 сантиметра я еще делаю отметки. То есть 3, 6, 9, 12. Этого, я думаю, будет вполне достаточно. Ну, можно еще вот здесь сделать. Все, эти рисочки посередине, и сверлим отверстие. Итак, мы просверлили отверстие. Теперь попробуем в работе нашу струбцину. Допустим, нужно зажать две детальки. Пододвигаем. Смотрим приблизительно, где нам нужно ставить винт. Ну, или болт вот такой вот есть, у меня пятерочка. Вставляем, пододвигаем и закручиваем. Все, наш нижний упор уперся в болт. То есть наша струбцин не слетит. Я думаю, вот этот вариант, он самый лучший. Ну, по крайней мере, я так считаю. Так, ну и давайте еще улучшим нашу струбцину. А теперь в центре ручки нужно будет просверлить отверстие. То есть в самом центре, вот здесь. В данном случае взял сверло пятерочку. И сверлим. Этого будет достаточно. Теперь возьмем вот такой винт. В данном случае у меня шестерочка. И вкрутим сюда. Вот как это выглядит. Так, для чего все это делалось? Иногда бывают такие случаи, что мы закрепляем струбцину и не можем подлезть, рукой затянуть. То есть нам очень тяжело, потому что место нас ограничивает. В этом случае мы можем взять, к примеру, вот такой удлинитель. Так же одеть головку. И уже удлиненным, таким вот способом, стянуть нашу заготовку. Так же, если, допустим, рука скользит, то же самое мы можем сделать при помощи воротка. Одеваем головку и стягиваем. Вот такая простенькая, вроде бы, такая простая идейка. Но она иногда очень сильно выручает. Так, ну и давайте еще одно сделаем, можно сказать, улучшение, лайфхак для нашей струбцинки. Сейчас вот здесь болгарочкой можно на наждаке убрать вот этот выступ. Чтобы наша вот эта часть могла сняться с нашей струбцины. Так, вот что у нас получилось. Теперь наша струбцина, можно сказать, разъемная. То есть снимается вот эта подвижная часть. Для чего все это делается? У меня есть вот такой перфорированный стол. И сейчас мы увидим для чего. Снизу вставляем. Также можно использовать, а у нас уже есть отверстие, к примеру, вверху вставить винт. Тогда наша струбцина не будет слетать и не будет проваливаться. А вторым винтом уже фиксировать, на каком расстоянии нам нужно вставить второй винт. Ну и берем заготовочку. К примеру, нам нужно зажать ее к столу. Все, вставим наш болт и стягиваем. Вот таким вот способом. Все, можем подтянуть. Наша деталь закреплена. Также ослабляем, убираем. Опять вытаскиваем винт. Все, и вытаскиваем струбцину. Все, наша струбцина снова готова к работе. Еще раз повторюсь, можно вот здесь затянуть, вкрутить небольшой винт, чтобы данный упор не вылетал с заготовки. То есть всегда упирался сюда. Но в любой момент мы можем вытащить винт и уже использовать в паре со столом данную струбцину. Следующим помощником у меня в мастерской служат обычный магнит и вот такой небольшой пакет. Часто в процессе сверления металла у нас собирается очень много металлической стружки. И убирать ее обычным пылесосом не рекомендуется. Вот в этом случае я использую обычный пакетик и магнит. Берем магнит в пакетик и вот таким способом собираем всю стружку. На магнит. Внизу, вверху. Все, собрали нашу стружку. Как видите, получилось довольно-таки много. Теперь вот таким способом берем пакет. Все, наша стружка собрана. Можно выкинуть в мусор. А наш сверлильный чистый. Следующий полезный совет касается рулетки. Данный совет подсмотрел у своего коллеги по цеху, как говорится, Сергея. Многие на него, наверное, и подписаны. Но все-таки хотелось тоже показать. Возможно, кто-то не видел. Для этого берем на рулетку и наклеиваем малярную ленту. Вот таким вот способом. В принципе, все готово. Итак, для чего все это делается? Допустим, иногда мы отмеряем какой-то отрезок и нам нужно сходить в мастерскую и отторцевать. Мы идем, нас кто-то отвлек и мы забыли размер. Вот как раз для этих целей данный совет нам и пригодится. То есть, мы отмерили, к примеру, 2,75. Записали. И спокойно можем идти в мастерскую, не боясь, что если даже где-то нас кто-то отвлекет, мы размер не забудем, потому что он написан на рулетке. Потом, когда все мы это испишем, мы можем спокойно ленту оторвать, наклеить новую и дальше работать. Вот такой вот простенький совет, но в то же время очень полезный. Итак, друзья, вот такое небольшое видео у нас сегодня с вами получилось. Опять же, прошу, напишите в комментариях, понравилась вам такая тематика. Нет, снимать в дальнейшем такие ролики не снимать на такую тематику. Также, допустим, можно снять что-то другое, к примеру, по дереву, там, допустим, соединение на шкант, на крэп, то есть какие-то соединения. Опять хотелось бы услышать обратную связь, как вы на это смотрите. Ну, а на этом мы сегодня будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok